Обзор сделок инсайдеров на российском рынке акций на этой неделе. Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта Финсоветник. Внимательный зритель канала мог заметить, что как минимум дважды в прошлых видео я обещал что-то интересненькое уже в ближайшие дни. Момент настал. Мы анонсируем новую тематику видео. Я надеюсь, что данные видео станут регулярными. Зависит, конечно, это еще и от ваших лайков и комментариев, поэтому пишите непременно понравилось вам или нет. Это тематика сделок инсайдеров на российском рынке. Кто такие инсайдеры? Это те, у кого есть априори больше информации о внутренних делах компании, чем у обычных инвесторов. Если говорить более простым языком, это руководство компании. Согласитесь, генеральному директору компании или члену совета директоров компании известно о компании намного больше, чем обычному простому инвестору. И по законодательству, если данный человек покупает акции своей компании или продает их, он обязан раскрывать данную информацию. Эта информация публикуется на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. И мы с вами посмотрим этот сайт. Почему важна данная информация? Ну понятно, что если там все члены совета директоров активно закупаются акциями своей компании, значит, наверное, они позитивно смотрят на ее будущее. Если наоборот все распродают, ну, наверное, все наоборот. И пора нам с вами тоже как частным инвесторам продавать. Я не имею в виду, что прямо посмотрели кто что купил и прямо то же самое купили. Я имею в виду, что как минимум присматриваться и прислушиваться к этим мнениям и к этим событиям крайне важно при принятии инвестиционных решений. Если открыть сайт e-disclosure и открыть ленту новостей, то можно увидеть ключевую проблему действий в лоб. Очень много событий. Вот посмотрите, это вся лента событий по всем компаниям. Листаем ее и очень длинная лента. Вот мышкой листать просто очень долго. Если вот так вот пролистать вниз, да, то можно долистать. Но вот до 21 мая это сотни событий, которые ежедневно публикуются. Подавляющее большинство из них не имеет большого интереса для инвестора. Да, и многие из них являются проходными событиями. Ну, что-то там просто обязаны опубликовать и они это опубликовали. Но есть некоторые золотые крупицы, которые полезно вот так вот извлекать из вот этого потока информации. Мы автоматически стали извлекать эти золотые крупицы, информацию о том, кто что где покупает, продает, среди руководства компании. Если у подписчиков нашего сервиса инвестиционных идей, у вас в боте с инвестидеями уже доступна автоматически данная функция. Если вы просто смотрите нас на ютубе или в других соцсетях, ну тогда вот в таких видео обзорах, я надеюсь, будут полезны, будут полезны такие вот разборы, что где произошло. Сегодня мы поговорим о событиях, которые на этой неделе были опубликованы по трем компаниям. По трем компаниям руководство компаний что-то делало, то есть покупало или продавало акции. Первая компания, о которой мы поговорим, это компания Ростелеком. Вот у них есть отдельная карточка на сайте e-disclosure, но тоже за последний месяц несколько десятков событий. И мы с вами извлекаем ту самую золотую крупицу информацию от 22 мая. Она была опубликована в отдельном сообщении и стало известно, что старший вице-президент компании Анохин Сергей Николаевич снизил свою долю в компании. Обратите внимание, до изменения 0047, после изменения 0019. То есть он снизил более чем в 2 раза, примерно в 2,5 раза свою долю в компании. Я на всякий случай напомню, что Ростелеком это компания, у которой есть два типа акций на московской бирже. Это акции обыкновенные, они чуть подороже, акции привилегированные, они чуть подешевле. Ну и здесь нас интересует, он что продал, обыкновенные акции или привилегированные. Здесь говорится про обыкновенные акции. Здесь может возникнуть вопрос, является ли это сигналом, что старший вице-президент негативно оценивает текущую ситуацию в компании. Ну не факт, потому что мы копнули чуть глубже. И если брать не вот эту неделю, а чуть более длительный промежуток времени, то можно найти вот такое событие от 7 мая. То есть это то, что произошло примерно 2 недели назад. И здесь как раз тот же самый человек, Анохин Сергей Николаевич, уже наоборот покупает акции. И вот получилось так, что 7 мая информация вышла, что он купил, у него было 0,021, стало 0,047. То есть он удвоил свою долю, а после этого снизил ее примерно в 2,5 раза. Если сравнить, сколько у него было в начале мая и сколько у него стало сейчас, то примерно при своих по акциям он остался. Имеется в виду, что по количеству акций. По деньгам вполне может быть, что он немного заработал, потому что все-таки акции за последний месяц подросли. Ну на самом деле зависит от того момента, когда конкретно он покупал или продавал. При этом, опять же, если посмотреть то же самое событие от 7 мая, двухнедельной давности, можно увидеть, что другие члены правления компании, наоборот, акции покупали. Да, вот можно посмотреть, здесь 0,062, стало 0,096. Да, то есть примерно в 1,5 раза доля выросла. И другие члены руководства компании тоже свои доли увеличили. Здесь, на самом деле, видите, какой список. Да, везде речь идет о том, что они свои доли поувеличивали. То есть по Ростелекому, несмотря на события на этой неделе, что член правления, там, старший вице-президент компании продал часть своих акций, на самом деле на горизонте месяца картинка, что они акции Ростелекома покупали, и большая часть руководителей компании покупала акции. Я, конечно, не очень, да, позитивно смотрю на Ростелеком. Точнее говоря, здесь я придерживаюсь нейтрального прогноза. Я не стою на данный момент ни в лонге, ни в шорте по Ростелекому, просто потому что мне не кажутся эти акции недооцененными. Ну, я не вижу здесь каких-то идей на покупку. Ну, и шортить их особо не хочу, потому что, опять же, они, ну, так более-менее стабильно себя ведут. По дивидендам на Ростелеком, если посмотреть, то примерно 5 рублей дивидендов они последние годы на одну акцию платили, и по обыкновенным акциям, и по привилегированным. При текущих котировках это дает дивидендную доходность, соответственно, порядка 6%, ну, и данная дивидендная доходность, там, 6-7%, она такая, ну, на уровне банковских вкладов чуть побольше, но не супер такая, ради которой я был бы готов кидаться, бросаться покупать эти акции. Ну, вот отметим, что в мае руководство Ростелекома акциями закупалось. Ну, и кто-то, там, в полтора-два раза увеличивал свои доли. Следующая компания, которую мы обсудим, это компания Детский мир. Вот здесь ситуация была противоположной. Событие от 21 мая, и здесь стало известно, что Катков Алексей Борисович снизил свою долю. И обратите внимание, у него было 0,05%, а после стало 0 акций. Иначе говоря, он распродал немалое количество акций и свою долю снизил до нуля. Он член Совета Директоров компании Детский мир. Опять же, я решил пойти немножко дальше, да, это 21 мая, то есть за неделю мы разбираем события, а что раньше делали члены Совета Директоров компании. И если посмотреть другие события, опять же, события, которые были две недели назад, то от 12 мая вышло сообщение, что еще один член Совета Директоров компании тоже продал свои акции. Обратите внимание, у него до изменения был процентик с небольшим, а после стало 0, то есть свою долю полностью распродал. И при этом, если еще чуть глубже копнуть, можно увидеть, что от 12 мая он продал процент компании, а 1% от многомиллиардной компании, кстати, весьма немало по деньгам. До этого события от 6 мая у него была продажа с 1,5% до 1%, и события от 30 апреля продал с 1,7% до 1,5%. И если вот сопоставить это по времени, получится, что есть член Совета Директоров компании, который месяц назад владел почти 2% акций, затем продал, был 1,7%, стал 1,5%, потом 1,5% снизил до 1%, до 1%, и затем этот процент акций распродал. И при этом 2% детского мира, ну сами понимаете, компания, у которой рыночная капитализация 71 миллиард рублей, соответственно, его сделки от продажи примерно на миллиард рублей. Согласитесь, деньги весьма немаленькие. И если посмотреть на детский мир, можно увидеть, что детский мир еще даже близко не вернулся к своим максимальным зимним значениям, в районе 120 рублей за акцию. И когда мы увидим по 96, мы видим его на 20% дешевле максимумов. Вопрос может возникнуть, а неинтересны ли эти акции для покупки. Ну вот до этого я задавался таким вопросом. Увидев, что в общем-то члены совета директоров компании сразу двое за последний месяц полностью избавились от акции детского мира, я решил, что может быть рановато. При этом здесь есть еще один фундаментальный фактор. Он связан с тем, что детский мир дивиденды платят весьма щедрые за прошлые промежутки. Посмотрите, здесь речь шла за последний год, где-то примерно текущая дивидендная доходность, 10% по текущим котировкам. Дивиденды на одну акцию, две выплаты за год, это 9,5 рублей. Вот две последние выплаты, если мы возьмем. То есть если бы дивиденды детского мира продолжали бы быть такими же, как они были в прошлом году, это была бы очень сладкая инвестиция. Но детский мир в первом квартале, как стало известно как раз месяц назад, получил убыток. И под вопросом, ну вообще в принципе дивиденды детского мира. Дивиденды из прибыли платятся, в первом квартале убыток, во втором квартале, а мы же помним, что именно во втором квартале большая часть режима самоизоляции действовала, там и вот масочного режима и так далее, и так далее. Во втором квартале тоже, ну непонятно, а может быть еще будет убыток. Тогда вопрос, а какими будут дивиденды? А если дивиденды будут там не 9 рублей на одну акцию, которая стоит 90 с чем-то, да, а они будут там 2 рубля или 5, ну тогда акции могут очень сильно просесть. Поэтому я вот по совокупности факторов, по убытку детского мира и потому, что руководство компании массировано распродает акции, а если мы сложим все сделки, это более чем на миллиард рублей продажи акции своей компании, мне кажется, что детский мир, ну как бы сейчас неинтересен. По крайней мере, у меня в портфеле его нет и не планирую покупать на таком вот фоне. И третья акция, которую мы с вами рассмотрим, это акция Газпрома. Что можно сказать про Газпром? Ну про Газпром мы уже не раз говорили в наших предыдущих видео. Газпром тоже от своих максимальных значений скорректировался, при этом максимум здесь был 270 рублей, сейчас 190 с небольшим, то есть падение на 30% максимальных значений. Дивиденды Газпрома в этом году всего лишь 15 рублей, но это вам не Сбербанк какой-нибудь, который там 3 раза что-то переносит и не факт, что будут дивиденды в таком же объеме. Вот по Газпрому все-таки понятно, когда будет дивидендная отсечка, это через 2 месяца. Размер дивидендов не такой большой, но по крайней мере есть определенная стабильность и на горизонте нескольких лет это может быть чем-то весьма интересным. И если мы посмотрим на сделки, которые были по Газпрому, то можем увидеть, что здесь речь идет, собственно, о покупках по Газпрому. Вот, покупки здесь были весьма небольшие, на деньги весьма небольшие. Вот, то есть, да, две такие вот новости. Новость 1, новость 2. Одна покупка была прям на совсем маленькие деньги. Посмотрите, здесь доля до сделки была 0,000218, стало 0,000232. То есть, это сделка, ну, там, на относительно небольшие деньги. Другая сделка, это было ровно 0, после этого стало 0,000232. То есть, все-таки вот эта сделка, она на несколько десятков миллионов. Вам может показаться, что 0,003 сколько-то? Это мало, то есть, когда там счет идет на 10-тысячные доли компаний. Но, помним, что, как-никак, Газпром это компания с очень большой капитализацией. У нее капитализация 400 триллиона рублей. Да, то есть, иметь 1-миллионную Газпрома, это уже быть весьма обеспеченным человеком. Ну, а там речь идет о 10-тысячных долях процента. Ну, примерно на десятки миллионов рублей была совершена покупка по акциям Газпрома. Ну, вот такой позитивный сигнал, такой небольшой позитивный сигнал, который позволяет по-прежнему верить в светлое будущее акций Газпрома. Ну, и акционеров Газпрома, которые, конечно, не на пиках закупились, а уже после вот такой вот коррекции. Надеюсь, это видео было для вас полезным. По трем компаниям были новости. В комментариях пишите непременно, понравился ли вам формат, делать ли его реже, там, делать ли его раз в месяц или раз в неделю нормально. Лайк, подписка, комментарий, колокольчик, стандартный джентльменский набор. И если вы начинающий инвестор и хотите начать инвестирование, то приглашаем вас на программу. У нас в среду стартует программа для новичков. Прямо с самого-самого нуля дойдем вплоть до того, что вы на сайте Едет Клоужер будете хорошо разбираться. А наш сервис Инвестидей позволит вам автоматически самостоятельно оповещение даже получать о таких вот важных событиях. Надеюсь, видео было для вас полезным. Большое спасибо за внимание. Желаю вам успешных инвестиций. Продолжение следует...